В Москве проходит 4-й международный салон образования, в котором участвуют ведущие российские и международные образовательные научные учреждения, а также представители федеральных и региональных министерств и ведомств. На масштабном мероприятии побывали и мои московские коллеги. От Республики Саха-Якутия в работе салона принимают участие три вуза. Северо-Восточный федеральный университет, сельскохозяйственная академия и Арктический институт культуры и искусств. Наша республика Саха-Якутия, благодаря своей системе высшее образование, которая есть сегодня у нас в республике, мы попали в первую группу регионов, которая прямо так красиво написана «драйверы». В процессе работы салона, который будет проходить в течение четырех дней, планируется обсудить вопросы системы образования, формирование устойчивости обучающихся к радикальным идеологиям, а отличительной особенностью нынешнего года можно назвать большой интерес к образовательным проектам. Например, наша Якутская ГСХ в скором будущем планирует создавать межрегиональный методический совет и интерактивную карту Арктической зоны. И мы будем делать базу по привлечению специалистов и привлечению студентов для производственных и учебных практик. Это не просто развитие территории, но и развитие экономики Арктических территорий. Более тысячи экспертов оценивают новые образовательные инвестиционные проекты, представленные на самой масштабной выставке, и самоучастие в ней уже является признанием профессионализма. Из 54 вузов миссерхоза Российской Федерации выбрано 6 вузов, в том числе и мы. Это одно из, скажем так, динамично развивающихся учебных заведений, у которых большое будущее, которое готовит хороших специалистов, и не только для условий севера, но и для иных отраслей сельского хозяйства. В рамках салона ректор Академии имени Тимирязева Галина Золина и ректор Якутской сельхозакадемии Иван Слепцов подписали договор о сотрудничестве. Участие в подобных мероприятиях дает новый импульс образовательной сферы. Наталья Сазонова, Александр Яценюк, НВК Саха, Москва.